всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас реакция из мексики наш друг еска и у него будет реакция на песню которой на канале еще не было также вас порадует наша дьерс татьяна всем приятного просмотра сегодня у нас будет реакция на димаша кудебергена я наткнулся на такое видео которое по-настоящему привлекло мое внимание это видео в котором димаш выступает со своими родителями это что папа и мама димаша песня называется дорогая мама и уже чисто по названию понятно что она посвящается маме ну так давайте послушаем и посмотрим это выступление в котором димаш вместе со своими родителями давайте начнем я сейчас как ребенок который нашел свою любимую игрушку мне конечно говорили они же как две капли воды у меня остался только один вопрос вот где он взял два с половиной метра роста ведь это бросается в глаза то что он выше своих родителей кто-то пишет это его ее зовут светлана да ладно вам они признанные артисты республики казахстан он также является музыкальным продюсером но сейчас он является представителем своего сына получается всем заведует семья я думаю что димаш я думаю он такой человек о жизни которого можно было снять фильм вы даже не представляете как бы я был счастлив где бы нам показали все за кулисье я думаю там бы получилась невероятная история не знаю как вы вы-то наверняка знаете историю димаша намного лучше но я представляю себе примерно такую художественную линию там было бы что-то типа того как димаш превосходит своих учителей и становится одними из самых умопомрачительных голосов на нашей планете но у меня также в голове вырисовывается история в которой у него очень очень строгие родители и они муштруют его пока он не возьмет верную ноту и маленький бедный димаш проходит через это знаете была такая история а точнее целый фильм очень такая странненькая история между студентом и учителем который стремился к музыкальному совершенству я не знаю как было но какая это могла быть невероятная история я не знаю я просто решил дать волю мыслям также здесь пишут его бабушка водила его в музыкальную школу когда ему было всего пять лет и уже там он начал раскрывать свой талант ну здесь я не вижу какой-то трагедии надеюсь у них все было всегда хорошо что я могу сказать об этих первых секундах слушая папу димаша очень элегантное пение а вот и мама здесь мы мама и папа гармонизировались по октавам взгляните на эту улыбку во время этого предложения тут были такие строки ты мой вечный свет моя дорогая мама посмотрите как засияли их лица какой же это драгоценнейший момент это ж целая история студия а а Субтитры создавал DimaTorzok Здесь я сделаю небольшую паузу. Как же мне это все нравится. И это не какая-то песня для вокального конкурса. Это песня о семье, о близких людях, которых мы только что видели. Мы также увидели, откуда у него такая любовь и наклонность к сверхвысоким нотам. Ну, вы же слышали, как поет его мама? Субтитры создавал DimaTorzok Это как гибрид этих двух человек. Извините за гибрида. Этим словом я выражаю глубочайшее уважение. Это генетическая комбинация, из-за которой он может петь высоко до небес и глубоко под землей. И здесь также была эта крутая штука, когда папа спел в унисон с Димашем. Они вроде также спели это втроем. Давайте вернемся и посмотрим, что там было. Думаю, гармония начнется здесь. Опа, я не знаю. Это что, его бабушка? Мне здесь пишут, что это... что это его бабушка. Что они вместе с дедушкой были на фотографии на экране. Да, точно. Мы же видели эти фото. Нет. О, нет. Нет. Да вы издеваетесь. Помните, Димаш осенил его данс? Теперь я понимаю, почему. Здесь они гармонизировались уже в тренировках. И это было, знаете, как... Как... Как будто товарищеский матч. Это прозвучало чудесно и прекрасно. Но это не было каким-то перетягиванием одеяла. Здесь все трое были на равных. Так они выражали любовь друг к другу и просто наслаждались этим моментом. Я вижу, это так. Здесь они приносят дань уважения такому понятию, как мама. И знаете, вот скольких артистов мы с вами посмотрели. Мне кажется, это в первый раз. Что артист поет на сцене вместе со своими родителями. Мы никогда не делали реакцию на что-то подобное. И это по-настоящему круто. Потому что так мы понимаем намного больше о том, кто такой Димаш. Вот он перед нами. Такой настоящий. Я даже не знаю. Знаю одно, что мне очень нравится смотреть на это. А вот и идеальное сочетание трех голосов. Продолжение следует... Димаш, вот не Димаш, если не отчепучит такое в конце песни. Он не оставил нас без своих ферменных штучек. Это чисто Димашевские движения. Это было вокальное соло. Такое очень короткое. Вот здесь. Ну все, конечное. Тут еще видео обрезанное. Потому что он продолжал там петь. Это было что-то вроде мелизма. И мы не так часто слышим такие мелизмы в конце песни от Димаша. Вначале он показал нам сильный голос, а потом внезапно перешел на этот высокочастотный тон. И это был полный голос. Это был не фальцет. Это было типа такое... Туф! Подскажите мне, кто делал подобные мелизмы? Была же вот такая вот песенка. Гребанный стыд. Это же знаменитая песня. Да. Но даже и она. У нее были более плоские ноты. Она не игралась с ними так, как мы видели это только что. Как это сделал Димаш. Здесь совсем другой вокальный контроль. Вот это... Это было без сучка. Без задоринки. Заколебали эти мурашки. Любому артисту спеть вот так вот, как мы только что слышали, это ой-ой-ой, какое испытание. Здесь Димаш спел вот так. Если вы смотрели другие наши реакции на Димаша, я вам говорил про его вибрато. Не думайте, что вибрато это что-то такое, что можно взять и измерить. Вот нет такой метрики, чтобы измерить вибрато. Это очень-очень сложная штука. В этом процессе задействованы колебания мышц. В результате вы слышите вот эти волны, которые очень тяжело контролировать. Ведь с одной стороны нужно воспроизвести вибрато, а с другой стороны звучит музыка, темп. Нужно учитывать темп песни. А это уже чистая математика в искусстве пения. И здесь он это показывает. Это какая-то совершенная метрика. И я даже больше скажу, это было нисходящее вибрато. И это уже полная дерзость. Потому что он спускается сверху вниз. И в какие-то моменты ему опять нужно возрастать. И если его техника не справится, это может разорвать весь темп. Это такой вокальный контроль, что Хуан его знает, как он это делает. Спасибо большое, Сулхан, за предоставленную возможность увидеть эту реакцию, увидеть перевод на эту реакцию. Когда-то два года назад я начала свое знакомство с творчеством Димаша с просмотра вот таких вот реакций. И мне ужасно не хватало переводов. И какое счастье, что теперь ты даешь нам шанс, даешь возможность услышать, узнать все нюансы таланта Димаша благодаря твоим переводам. Спасибо большое. Я думаю, вы получили такое же удовольствие, как и я сегодня. Это была замечательная реакция. Спасибо большое. Всем спасибо за внимание. Спасибо Татьяне за реакцию. Я думаю, не у каждого хватит смелости побыть на ее месте. Если у вас есть такое желание, пишите мне в Телеграм. Ссылку на себя я оставлю в описании. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok